События на Украине стали примером, как не надо делать, когда речь идет об обеспечении законности и безопасности любого государства. Сегодня президент Владимир Путин собрал коллегию ФСБ и провел четкую грань. Оппозиция это одно, экстремисты совсем другое, и им нет места в стране. К тому же после воссоединения Крыма и России у спецслужб появилась новая задача. Отслеживать, чтобы у власти полуострова не оказались бандиты. Это все о будущем, а как справились с порядком в стране в прошедшие месяцы? Вспомните хотя бы Олимпиаду. Ильяна Горшинина, обо всем по порядку. Оценку за работу спецслужбам Владимир Путин всегда ставил лично. В этот раз традиционное заседание на Лубянке с зимы перенесли на весну. Сотрудники обеспечивали безопасность Олимпиады. И первая часть выступления слова благодарности. Россия со своей ролью хозяйки больших международных встреч справилась. Олимпиады, универсиады и саммит Большой Двадцатки прошли на самом высоком уровне. Сегодня уже можно сказать, что выстроенная многоуровневая система обеспечения безопасности Олимпиады и других форумов сработала эффективно. Это заслуга и огромный труд тысяч людей, бойцов антитеррористических подразделений, пограничников, оперативников и аналитиков. Еще раз спасибо вам за четкую, надежную работу, за мужество и профессионализм. Но почивать на лаврах спецслужбам нельзя. В этом году их ждут новые старые задачи. По-прежнему главная цель ФСБ – борьба с терроризмом. Экстремистские радикальные группировки пытаются активизировать свою деятельность не только на Северном Кавказе, но и перенести ее в другие регионы нашей страны. Поболжье, центральную Россию. Стремятся провоцировать межнациональные, межрелигиозные конфликты. Ведут агрессивную пропаганду среди молодежи, используя самые современные информационные средства, технологии, включая интернет и социальные сети. Только за этот год в сети было закрыто более 400 радикальных сайтов. Но под прицелом спецслужб должны быть не только рядовые боевики, но и их спонсоры. И здесь, подчеркнул президент, важно отличать оппозиционеров от экстремистов. Украинского сценария в России никто не допустит. Современное российское законодательство дает все условия для прозрачной, свободной деятельности неправительственных общественных организаций. Но мы никогда не допустим, чтобы они использовались для деструктивных целей. Так как это произошло на Украине, когда во многом именно по каналам неправительственных организаций из-за рубежа финансировались националистические, неонацистские структуры, боевики, ставшие главной ударной силой государственного антиконституционного переворота. И также Сырова Владимир Путин потребовала сотрудников не допустить к власти в Крыму бандитов и коррупционеров. И здесь спецслужбы сработали на опережение. Три дня назад помощника прокурора Ялты задержали с поличным. Президент просит быть еще внимательнее. Нужно не только вскрывать коррупционные схемы, но и ставить барьеры на пути у тех, кто пытается легализовать незаконно нажитые средства, спрятать их на зарубежных счетах, вложить в недвижимость и другие активы, в том числе и за пределами России. В завершении своего выступления Владимир Путин призвал еще раз всех сотрудников оставаться на чеку. За год пресекли деятельность 46 иностранных разведчиков и почти 260 их агентов. Нужно усиливать защищенность национальных информационных ресурсов, линии связи, баз данных органов власти и управления, содержащих государственную тайну. А мы с вами хорошо знаем, да, собственно говоря, и весь мир уже хорошо знает, что сегодня желающих подслушать чужие секреты достаточно. Доклад главы ФСБ Александра Борникова проходил уже за закрытыми дверями. Эта информация приравнивается к оперативной и доступной лишь президенту. Елена Горшинина, Александр Загорулько, Виктория Григорьева, Олег Кристоф, 5 канал.